Здравствуйте! Вы смотрите служба новостей город в студии Алексей Колодкин и коротко о главных событиях уходящей недели. Что больше всего обсуждали в городе и чем запомнилась пятница жителям Калининграда узнаем в ближайшие 20 минут. И начнем с самой громкой новости пятницы. В одной из новостроек на улице Маршала Новикова нашли тела пожилых супругов. По словам следователей, трагедия произошла накануне вечером. На месте сегодня весь день продолжали работы оперативники. Моя коллега Арина Гранш также отправилась на место происшествия и пообщалась с очевидцами. Арина, вам слово. Партнер рубрики «Тема дня» группа компании «Ваш ломбард». Да, здравствуйте, Алексей. Мы сейчас находимся на месте происшествия. Известно, пока мало. По одной из версий, это была пожилая пара. Сначала мужчина убил свою гражданскую жену, а позже покончил с собой. Дом совсем новый, заселен не полностью. Свидетелей мало, однако вот что нам удалось разузнать. Вот так они что-то постоянно убрались. Я сначала думал, что тут политики собрались. Даже не надо, чтобы убийство. Идем с собакой туда, за дом мы ходим. Ну, до самого конца, потом назад. Она подошла к окну, а окно было немножко приоткрыто. Да, вот, вверх. Она говорит, а вы мне, а я говорю, а я вас что, подниму и подсажу? Вот. Ну, она вернулась вот сюда. Мы шли назад. Она тут звонила, звонила. Ну, я не знаю, в ту квартиру она или в какую. Обычные старички? Обычные старички. Обычная девушка, обычная бабушка. Ничего. Сейчас следственный комитет проводит проверку по факту смерти двух пожилых людей. Будет ли возбуждено уголовное дело, пока сказать сложно. Да, Алексей? Партнер рубрики «Тема дня» группа компании «Ваш Ломбард». Ну, еще одна шокирующая новость пришла сегодня из области. В одном из поселков Правдинского района обнаружили повешенным 16-летнего подростка. Сейчас по факту гибели молодого человека проводится проверка. Устанавливаются точные причины и обстоятельства смерти, пояснили в следственном комитете. По неофициальным данным, юноша воспитывался без отца, жил с бабушкой. Его мама работала в Калининграде и приезжала в поселок по выходным дням. Мальчик был общительным и неконфликтным. Ну, а теперь к другим темам. С приходом осени калининградцы все чаще стали обращаться в поликлинику с первыми симптомами гриппа и ОРВИ. Признаки – высокая температура, кашель и насморк. Тем временем врачи говорят – тревогу бить рано. Самый пик вируса приходится на декабрь, но если вы хотите все-таки предотвратить эпидемию, то следующие советы для вас. Медики считают, что лучший способ защитить себя от гриппа – это ежегодные прививки. Также врачи советуют с приходом холодов употреблять витамины и природные иммуностимуляторы, такие, например, как лимон. Избегать контакта с больными людьми, либо надевать маску при общении с ними. Для предотвращения распространения инфекции мыть руки с мылом или антибактериальными средствами, использовать только одноразовые носовые платки и регулярно проветривать помещение. Если же все-таки вы заболели, то необходимо сразу обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением. РЖД планирует запустить из Калининграда в Москву двухэтажные пассажирские вагоны. В этом году железная дорога получит три тепловоза для перевозки таких составов. Сначала двухэтажные поезда пустят в Москву, а потом в Санкт-Петербург. Точных сроков пока не называют, так как сейчас прорабатывается технический вопрос. Еще больше интересных новостей далее в рубрике «Короткой строкой». Партнер рубрики «Короткой строкой» магазины финской одежды «Сампа» и «Лухта». Храброво купил амбулаторный автолифт. Это специальное транспортное средство для перевозки, посадки в самолет и высадки из него пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Лифт опошелся аэропорту в 11 миллионов рублей. Транспортный налог могут заменить на экологический. Сейчас его размер рассчитывается, исходя из региональных ставок, мощности двигателя, марки и модели машины, года ее выпуска и временем владения. Метран же предлагает при расчете экологического налога использовать только параметры машины по выбросам углекислого газа, указанные в паспорте. К чемпионату мира по футболу в Калининграде появится группа для обслуживания футбольных газонов. Сейчас на тренировочных полях они уже уложены. По словам Александра Ершука, они соответствуют стандартным УЕФАМ. Через пару недель у газона будет своя корневая система, ухаживать за которой будут с помощью техники за 7 миллионов рублей. Арт-пространство вернется в Закхаймские ворота. Об этом накануне заявил Антон Алиханов. По его словам, это особое место на карте города, которое занимает важную роль в культурной и социальной жизни Калининграда. Объект передадут введение регионального правительства в течение двух месяцев. Первый городской снова приглашает на улицу хорошего настроения. 10 сентября на набережной музее Мирового океана состоится фестиваль «Водная ассамблея». С 12 часов дня вас ждут конкурсы, подарки и шоу-программа от Первого городского. А также акция «Кораблик мира», где любой желающий сможет своими руками взять кораблик и запустить его, загадав желание, которое обязательно спутится. Партнер рубрики короткой строкой, магазины финской одежды «Сампа» и «Лухта». Ну и эта неделя, которая просто превратилась в жалобы от автомобилистов, все снова жалуются на пробки, в том числе и в эту пятницу. На этот раз на ремонт встала большая окружная, заторы образовались в районе тенистой аллеи. К обеду пятницы в редакции Первого городского поступило сразу несколько звонков от водителей. Наша съемочная группа отправилась на проблемный участок дороги, чтобы разобраться в ситуации. Давайте посмотрим, что там происходит. На трассе в течение дня дежурили дорожные инспекторы, однако ситуация на дороге не стала лучше. Они не справлялись с большим потоком машин. Автомобилисты проводили в пробке по полчаса. Езжу каждый день по этой дороге на работу. Раньше такого не было. Сейчас дня два-три назад, как начали ремонтировать, стою в пробке. Я очень часто езжу по этой дороге и пробки здесь постоянно. Но сейчас она в связи с ремонтом. Много дорог делается в лучшую сторону. Сейчас на данном участке дороги укладывают новый асфальт. Как сообщают дорожные службы, ремонт закончится только через несколько месяцев. Ну и не обошелся сегодняшний день без визита чиновников в наш регион. С большой культурной программой в Калининград приехал Владимир Мединский. Сначала министр встретился с Антоном Алихановым, затем с руководителями всех музеев. Ну а после отправился на закрытие конкурса органистов. К слову, Мединский успел и прокомментировать переименование улиц в городе и свистнуть на заседании. По мнению чиновника, количество потребления россиянами алкоголя за последние 10 лет резко снизилось. Такое мнение министр культуры озвучил не только словами, но и действием. Махнув рукой вниз и присвистнув, Мединский рассказал и о проблемах с подрядчиками, которые должны заниматься реконструкцией музея Мирового океана. Чиновник пообещал провести совещание с руководством музея, представителями подрядных организаций и заказчика. Он отметил, что сметы разрабатывались несколько лет назад, а сейчас заявленная в них стоимость не окупает все расходы. А вот сообщать какие-либо подробности о расследовании дела художественного руководителя Гоголь-центра, режиссера Кирилла Серебренникова, он отказался, назвав этот вопрос оригинальным в кавычках, отметив, что слышал его уже 1895 раз. К другим новостям. В Музее Мирового океана открылась выставка из Кремля. Покровители, мореплаватели, небесные и земные. Более ста подлинных предметов, связанных с историей российского флота, это карманные часы, циркули, чернильные приборы, табакерки, оружие, иконы и награды. Гости смогут увидеть и знаки отличия, посуду, медальоны с портретами царей. Все экспонаты впервые покинули стены Кремля. Предметы не только представляют историческую и культурную ценность, но и являются еще и образцами тонкого ювелирного искусства. Большинство выполнено из драгоценных металлов и камней. Наш эфир продолжает сюжет без комментариев. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Вы смотрите службу новостей город, в студии работает Алексей Колодкин, и мы продолжаем. На данный момент появились новые подробности в теме, о которой мы говорили в начале выпуска. Напомним, в московском районе в одной из новостроек нашли тела двух пенсионеров. В течение дня оперативники проводили проверку на месте происшествия. Сейчас Следственный комитет уже говорит о возбуждении уголовного дела. И вот какими еще подробностями поделился пресс-секретарь ведомства. Следственными органами регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело в определенном преступлении предусмотрено пунктом А. По части 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Следователями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены и изъяты возможные орудия преступления. Тело потерпевших направлено для производства судебно-медицинской экспертизы. Изъятые объекты направлены для проведения биологических судебных экспертиз. В настоящее время проводят следственные и процессуальные действия, направленные на восстановление лица совершившего преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Ну и о других криминальных новостях города расскажем далее в нашей постоянной рубрике «Место происшествия». В Калининграде 27-летний мужчина поджег БМВ и скрылся. Через час полицейские задержали подозреваемого на улице Красной. Мужчина пояснил, ему не понравился стоявший на обочине автомобиль. Нарушитель признал вину и выразил готовность возместить владельцу причиненный ущерб. Задержанный добавил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбуждено уголовное дело. И снова горят машины. На улице Коломенской загорелись два автомобиля. Пожар произошел ночью. Во дворе полностью сгорели «Мазда» и «Ниссан». В ликвидации участвовали 11 пожарных. Пострадавших нет. Сейчас полицейские отрабатывают все версии произошедшего. Назначена экспертиза. Массовое ДТП произошло на окружной. Результат. Один автомобиль в кувете, еще два с серьезными повреждениями кузова. По словам очевидцев, есть пострадавшие. На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД. Выясняются причины аварии. Полиция Гусева разыскивает 32-летнего Николая Сбинякова. Его обвиняют в мошенничестве. По предварительным данным, он обманным путем похитил крупную сумму денег у жительницы Калининградской области. Всех, кому что-либо известно о местонахождении преступника, полиция просит незамедлительно сообщить об этом по телефону 02 или 102. Тем временем в Калининграде судебные приставы опечатали оборудование завода в поселке Прибрежный. История с этим предприятием тянется уже несколько лет. Ни для кого не секрет, что местные жители жалуются на неприятный запах. В конце июля этого года суд запретил работать заводу. Там были превышены нормы допустимых выбросов. Однако местные жители сообщили, что несмотря на запрет, завод продолжает загрязнять воздух. Не могу выйти с ребенком нормально гулять, потому что мне приходится смотреть, в какую сторону дует ветер. Тогда я выбираю маршрут для того, чтобы пойти элементарно со своим ребенком погулять. Прибрежный между собой местные жители называют мертвой зоной и газовой камерой. Часть жителей уже изменила место жительства. Деятельность завода продолжается. Продукцию производят и увозят. Как выяснилось, на территории действительно находятся сотрудники. Судебное решение не запрещает им работать. Под запретом только загрязняющая деятельность. Как утверждает руководство, плавильные печи стоят холодные и их не используют по назначению больше месяца. Но оборудование изредка прогревают, так как это требует инструкция по эксплуатации. Во время рейда приставы опечатали систему подачи питания плавильным печам. В дальнейшем они планируют проводить внезапные проверки, чтобы убедиться в исполнении судебного запрета. Однако, если пломбы будут сорваны, это грозит компании лишь штрафом в 50 тысяч рублей. Дозвониться до завода нам не удалось. Ну а в интернете и вовсе появилась информация, что предприятие закрыто навсегда. Ну и к другим темам. Что обсуждали в бизнес-сообществах Калининграда, расскажет моя коллега Кристина Булыцына. Кристина, вам слово. Партнер рубрики «Бизнес. Новости. Стоматология. Диамет». Здравствуйте, Алексей. Начнем с новости от наших соседей. Министр обороны Литвы предложил создать военный шенген. Он подчеркнул, что Литва приветствует тесное сотрудничество стран ЕС в оборонной сфере. Это, по его мнению, позволит создать реальные военные мощности в Европе. И к новостям российским. В 2017 году пенсии повысят до прожиточного минимума. Для этого из государственного бюджета выделят около 100 миллиардов рублей. Таким образом, выплаты вырастут на 4,5%. Для тех же, кто с 1 января 2018 года оставит работу, пенсия будет индексироваться на 2 месяца раньше. Владимиру Путину доверяют половина россиян. Российский президент возглавил список доверительных политиков, основанный на исследованиях. В тройку лидеров также вошли глава Минобороны Сергей Шойгу и председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. На первом же месте в антирейтинге доверия вновь оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. О своем недоверии ему высказался каждый четвертый респондент. И к новостям региона. После реставрации в Калининградской области несколько кирх станут концертными залами. Об этом в пятницу сообщил министр культуры Владимир Мединский во время встречи с Антоном Алихановым. Также они обсудили развитие туризма, мероприятия, связанные с военной тематикой. И на этом у меня все. Вам, Алексей Слово. Партнер рубрики «Бизнес новости» «Стоматология Диамет». Спасибо, Кристина. Да, Центробанк подготовил информацию о курсах валют на пятницу. Давайте узнаем, сколько будет стоить евро и доллар выходные. Дружбе народов быть. Калининград начнет сотрудничать с Мюнхеном. Об этом и сообщил Александр Герошук после встречи с делегацией из Германии. И хотя соглашение планируют подписать только в следующем году, во фриландских воротах уже открылся совместный проект музеев нашего и немецкого. Нам очень важно, чтобы встречи между нашими спортсменами происходили, чтобы они могли учиться друг у друга, чтобы они знали техникам каким-то новым спортивным. Калининград, Мюнхгаусс, Германия многое что объединяет. Ну и маленькая политика отличается от большой политики. И мы хотим способствовать, что называется, снизу усилению нашего партнерства. Ну и тем временем пользователи социальных сетей сегодня обсуждали не только скандал приезда министра культуры Владимира Мединского. Какими фото и видео делились жители города друг с другом в эту пятницу. Давайте узнаем из подборки в социальных сетях. Хороший мальчик остался без дома и уже второй месяц живет в траве. Мокрый, холодный, голодный, но очень ласковый и приветливый. Кто готов приютить песика совсем небольшого роста? Желающие могут написать Алене Красиковой в ВКонтакте. Найди одно отличие. Калининградцы выложили вот такое фото в социальных сетях. Одно и то же молоко, число одинаковое, но вот что-то пошло не так, пишут в комментариях. Калининградцы запостили замечательное видео под названием «Один из не калининградского лета». Жаль только, что оно уже закончилось. Предлагаем и вам поностальгировать по теплому времени года. Калининградец Григорий Косолапов, вооружившись гидрокостюмом и камерой, которая снимает под водой, решил нырнуть на дно рек. Оказалось, что в них много растительности, которая является пристанищем для калининградских щук. Их можно увидеть прямо сейчас. Приятного просмотра. Ну и самый лучший повод для радости, наверное, это пятница. Наша съемочная группа отправилась на остров Канта, чтобы узнать, чему сегодня улыбались с калининградцами и какими хорошими новостями они делились. Планы замечательные. Объездить самые известные места Калининградской области. Мне дали зарплату, все зашибись. Я миллионер! Поздравляю всех своих учеников с началом учебного года и надеюсь, что все у нас в следующем году будет прекрасно. Мы сейчас уезжаем домой. Завтра у нас день рождения. Пойдем, берем подарок. Мы с девушкой гуляем. Пришли Канта посмотреть. Ну и еще одна хорошая новость. В пятницу для горожан бесплатно выступил хор Турецкого. Сцену установили на главной площади. Кстати, все зрители могли спеть вместе со знаменитой группой. Идея проекта появилась во время творческой встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, который поддержал проведение праздников песни во всех регионах страны. Концерты уже прошли в 30 городах России и 15 городах Казахстана. Давайте узнаем, как наш город встретил артистов. Кадры с концерта прямо сейчас на ваших экранах. Добро лечит душу сбитую кровь, значит, побеждает добро, значит, миром правит любовь. Пять миллиардов снов витают над планетой. У каждого своя дорога, свой рассвет. А мы с тобой живем простой мечтою, этою, за самой темной ночью видеть свет, видеть свет. Добро лечит душу сбитую кровь, значит, побеждает добро, значит, миром правит любовь. Негрустными бывают расставания, мы будем этот вечер вспоминать. Нас ждут разлуки, годы, расстояния, но мы, друзья, увидимся опять, мы непременно встретимся опять. Добро лечит душу сбитую кровь, значит, побеждает добро, значит, миром правит любовь. Добро лечит душу сбитую кровь, значит, побеждает добро, значит, миром правит любовь. Добро лечит душу сбитую кровь. Зазвучит душевно и вновь, Значит, побеждая добром, Значит, мир отправит любовь. Если я во вскоре и вновь Зазвучит душевно и вновь, Значит, побеждает добром, Значит, мир отправит любовь. Если я во вскоре и вновь Зазвучит душевно и вновь, Значит, побеждает добром, Значит, мир отправит любовь. Ну и внимание, все телезрители Первого городского. У вас есть возможность стать нашим постоянным ведущим. Первый городской ищет талантливых поваров, которые готовы делиться своими домашними рецептами. Для этого достаточно снять весь процесс приготовления на мобильный телефон и прислать видео к нам в редакцию. Давайте познакомимся с нашей новой героиней, ее зовут Юлия, и узнаем, какими секретами сегодня она поделилась с телезрителями. И все, внимание на экран. А готовить мы сегодня с вами будем говядину с фруктами по-восточному. Посмотрите, что для этого понадобится. Итак, возьмите, пожалуйста, картофель в мундире, груша, петрушка, говядина, 3 дольки чеснока, лавровый лист, распаренный изюм и курага, масло сливочное, соль и перец. Сейчас мы будем с вами чистить картофель и нарезать его кружочками, и также будем нарезать мелко говядину. Теперь мы будем обжаривать порезанное мясо и картошку на двух разных сковородках. Обжаривать мы будем на сливочном масле. Мясо мы будем обжаривать, чтобы оно со всех сторон стало белым. Потом мы его посолим и будем перчить и выключим. Картошку тоже немножечко поджарим до румяной корочки с обеих сторон и выключаем. Вкладываем в посудину, в которую мы будем тушить. Поверх мяса выкладываем картофель, чеснок и зелень, и также добавить наверх картошки. Кладем лавровый лист. Заливаем это все водой. Накрываем крышкой и отправляем в духовку на 180 градусов на 30 минут. Пока мясо тушится, я почищу и порежу грушу. По истечении 30 минут достаем мясо. Засыпаем сюда наши фрукты. И отправляем еще в духовку на 10 минут. Говядина по-восточному с фруктами готова. Ну и это все новости, о которых мы успели рассказать вам сегодня. Напоминаю, что если вы стали свидетелем интересных событий, то обязательно звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. В студии для вас работал Алексей Колодкин и желаю вам хороших выходных.